Мы начинаем информационный час в студии Иван Никонов. Комфортные условия проживания и возможности для учёбы. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Галина Медведева этим утром посетила Ненинскую школу-интернат имени Антона Пырерки. Там разместились дети из населённых пунктов региона, которые прилетели в Наринмар для сдачи единых госэкзаменов. Выпускников разместили в общежитии-интерната в полностью благоустроенных комнатах. В комфортности условий убедилась и наша съёмочная группа. Наталья Бобрикова прилетела в Наринмар из НИСИ. Выпускница 11 класса уже сдала два основных экзамена – русский и математику. Осталось только дождаться результатов и поступить в Наринмарский педколледж на финансиста. Мы устроились хорошо, комфортно жить. Есть такой дискомфорт, просто то, что мы в другой школе сдаём, как-то мне это немножко напрягает. То есть обстановка лучше родная, да? Ну да. Стены родных школ, ребятам из населённых пунктов на время сдачи ЕГЭ заменили первая и пятая городские школы. Так диктуют новые правила процедуры. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдением. По расчётам специалистов, стоимость соответствующего оборудования для сельских образовательных учреждений в четыре раза превышала стоимость доставки детей из населённых пунктов в Наринмар. Поэтому в целях оптимизации было решено организовать приезд экзаменуемых в столицу региона. Такие перемены никак не смущают уроженца Шойна Дениса Ларченко. В Наринмар ребята прилетели в конце мая. Времени даром не теряют. Паузы между сдачей ЕГЭ используют во благо. Сейчас готовятся к дополнительным экзаменам по выбору. Те, кто готовится поступать в медицинский, повторяют химию и биологию. Гуманитарии подтягивают знания по истории и обществознанию. Мария Бобрикова, выпускница Омской школы, уже сделала выбор будущей профессии. Она продолжит обучение в университете имени Герсона в Петербурге. Планирует стать учителем родного языка. Хочу учить детей родному языку, потому что мы живём в Ниндзко-автономном округе. И это уклон должны делать на ниндзкий язык. На этапе подготовки к ЕГЭ ребятам помогают учителя Ниндзкой школы-интерната. Проводят с ребятами необходимые консультации. Людмила Яковлева – педагог с огромным стажем. Знает, как ребята волнуются и понимает, как важно повторение пройденного материала. Выяснили, что ребятам, какие мы вопросы хотели разобрать. В общем, вроде бы определились, это будем писать эссе. Сейчас немножко повторим с первого общества. Всего в Наринмар прилетели 49 детей из семи населённых пунктов региона. По словам директора образовательного учреждения Людмилы Пашкиной, никаких проблем у них не возникает ни по вопросам быта, ни по поведению ребят. Ребята взрослые, ответственные, приехали сдавать экзамены, готовятся к экзаменам. Для них организованы все условия. Питание в школе организовано пятиразовое. Ребята завтракают, обедают, ужинают, ещё получают вечернюю и дневную раздачу. С ними приехали сопровождающие. Из каждого населённого пункта есть по одному сопровождающему, которые закреплены за своим коллективом. Они организуют для них консультации, они организуют их отдых, они отпускают их в город. Учёба учёбой, но и отдыхать тоже нужно, считают педагоги. Поэтому ребятам предлагают оторваться ненадолго от учебников и передохнуть. Например, сегодня они отправились на каток в Ледовый дворец. В целом же, по словам Галины Медведевой, опыт удался. Дети чувствуют себя комфортно, все условия для этого есть. Все консультации, которые мы даём для детей, выпускников городских школ, выходя, все эти консультации для них. То есть дети должны чувствовать, что они в такой же позиции, они точно такие же выпускники, как городских школ. У них абсолютно все преференции, у них абсолютно все есть возможности, которые есть у детей в городских школах. Я надеюсь, что этот опыт будет хорошим для детей. Самое главное для нас в ЕГЭ – это, мы говорим, безопасность, это комфортность. Из 49 ребят, прибывших в столицу региона, многие уже разъехались по домам. Здесь остались только те, кто сдаёт дополнительные экзамены и собираются сдавать экзамены для поступления в профессиональное учебное заведение. Центр занятости призывает работодателей активнее включаться в компанию по трудоустройству подростков. В этом году на летних каникулах планируется трудоустроить 500 школьников. Работодателям Центр занятости компенсируют все расходы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Речь идёт в том числе о выплате зарплаты подростку, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника, а также сумме страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и о средствах, потраченных на приобретение детям трудовых книжек. По информации руководителя Центра занятости Ненецкого округа Руслана Волоскова, на сегодняшний день организациями заявлено только 350 вакансий для школьников, из них 250 в городе и 100 на селе. Более 10 рабочих мест для подростков готовы представить в Наринмарском объединённом авиаотряде, Чистом городе, Поки-ТС, Наринмар-Дорим-Строе, Ненецкой управляющей компании. Также рабочие места уже созданы в некоторых муниципальных образованиях региона. Сейчас в Центре занятости население ждут от организации предложений по вакансиям на июль и август. За бесплатные консультации в Госюрбюро стали обращаться в полтора раза чаще. С начала этого года в Государственное юридическое бюро Ненецкого округа обратилось 511 жителей округа. За аналогичный период прошлого года – 361. Таким образом, число обращений увеличилось на 41%. Юридическую помощь в виде правового консультирования, составления документов, представления интересов в судах и органов власти получили 480 граждан. По остальным обращениям в настоящее время проводится соответствующая работа. За такой же период прошлого года правовая помощь была оказана 287 жителям региона. С января по май этого года каждый юрист обработал порядка 120 обращений. За такой же период прошлого года на каждого специалиста пришлось в среднем 71 обращение. За три года работы учреждения количество категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, увеличилось с 11 до 17. Перечень вопросов, по которым граждане могут получить консультацию, увеличился с 24 до 28. При этом штатная численность учреждения осталась на прежнем уровне. Специалисты юридического бюро отмечают рост обращений сельских жителей по вопросам государственной регистрации права собственности на жилой дом либо квартиру, расположенные в селах округа. В Ненецком краеведческом музее открылся интерактивный комплекс «Вместе весело шагать», частью которого стало импровизированное дерево, символизирующее единение народов, проживающих в Ненецком округе. Согласно последней переписи населения в Ненецком округе, проживают представители более 70 национальностей. Музейщики посвятили новый проект девяти лидерам, занимающим верхние позиции по количеству представителей в регионе. Это русские, ненцы, коми, украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы, татары и лексгины. Знакомство с их культурой и традициями прошло в увлекательной игровой форме. У стендов с коми и ненецкой культурой можно было научиться плести тензей и узнать названия народных орнаментов. У русского стенда поиграть в старинные игры, у лексгин собрать букет из альпийских цветов. Кроме того, можно было примерить украинский венок, традиционную татарскую тюбетейку и русский сарафан. Гости выставки попробовали станцевать лексгинку, познакомились с татарским праздником Сабантуй, отведали узбекского плова, поупражнялись в проговаривании скороговорок и выполнять еще немало других увлекательных заданий. Одним из элементов выставки «Вместе весело шагать» стало дерево дружбы. Каждому из посетителей было предложено найти на нем листок с названием своей национальности. Если же таковой не находили, сотрудники музея обязались добавить недостающий лист, символизирующий народ, проживающий на территории Ненинского округа. Интерактивный музейный комплекс «Вместе весело шагать» будет работать в течение месяца. На этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды. Продолжение следует...